Этой игры, в первую очередь, конечно же, имя был насыщен второй, извините, второй тайм, но и в первую половину встречи тоже было несколько попыток забить гол, в первую очередь, это относится к футболистам Пермского Амкара, ну и вот, наверное, самый яркий момент до перерыва, это Александр Крудников подкараулил здесь на линии штрафной площади этот мяч, здорово подстроился, ну и дальше пробил, но отмечаемый Георгий Шелли, который здорово расположился на линии, выбрал позицию, в итоге мяч пришел Прямо в него Ну и дальше продолжал создавать моменты пермский Амкар, Вудко здорово бросал из-за боковой, и здесь Гегалаев на этот вброс откликнулся, пробил головой, но опять же здорово действовал Георгий Шелли, который отлично выбрал позицию, и мяч пришел в руки к голкинеру футбольного клуба Уфа Это уже моменты второй половины встречи, во второй половине игра стала чуть более открытой, и футбольный клуб Уфа, для которого, конечно же, этот результат имел даже более принципиальное значение, нежели для Амкара, стало раскрываться Ну и пермики пользовались зонами, которые стали образовываться после того, как Уфа начала раскрываться, ну и в итоге вот в этом эпизоде Баланович заработал важнейший стандарт, стандарт, который в итоге привел к вот этому великолепному голу Георгия Джики И здесь был небольшой рикошет, который дезориентировал Георгия Шелли, ну и дальше мяч влетел в верхний дальний угол в ворот футбольного клуба Уфа Благодаря этому блестящему голу футбольный клуб Амкар выигрывает этот матч, гарантирует себе место в премьер-лиге на следующий год, ну и задает очень хорошее начало сегодняшнему игровому дню Дню сверхнасыщенному, совсем скоро мы узнаем результаты матчей московского ЦСКА, футбольного клуба Ростов, ну и эти результаты несут ясность уже в то, что касается верхней половины турнирной таблицы Ну а внизу все еще больше запуталось, но стало ясно одно, пермский Амкар в борьбе за выживание не участвует, с чем мы и поздравляем